где-то я услышала фразу что осень время мечтать и смотреть разноцветные сны но зачем же столько спать когда на дворе великолепное бабье лето и вокруг такая потрясающая красота поэтому друзья сегодня дома не сидим отправляемся небольшой немецкий городок плау бурен в котором как бы все небольшое вот такое классное как например небольшое карстовое озеро с прозрачной водой на которое по подсчетам города ежегодно приезжать полюбоваться на минуточку более 300 тысяч туристов или же небольшой но очень милый альтштадт с маленькой венецией или скорее амстердамом там уже кому как нравится или же небольшие скалы с которых открываются фантастические виды на окрестности ну и конечно же небольшой маршрут для пеших прогулок километров так на 10-12 который по моему мнению особенно восхитителен именно сейчас осенью ну так достаточно аргументов для прогулки по этим местам тогда срочно присоединяйтесь ведь мы начинаем краткая справка блау бурен находится на юге германии земле в аденвертенберг здесь проживают чуть более 13 тысяч человек находится он 70 километрах от штутгарта но все-таки он ближе к не менее прекрасному ульму от которого блау бурен отделяют лишь 18 километров добраться сюда легко как на машине так и на общественном транспорте поэтому на выходных особенно летом здесь просто яблоку негде упасть так как некоторые из вас меня попросили озвучивать дату съемки сообщаю что все это великолепие было снято первая часть в последний день октября этого года а вторая часть спустя неделю то есть в начале ноября и тут же небольшой совет от меня если вы планируете посетить германию или австрию в период бабьего лета то самое красивое время например для хайкинга или походов по моим наблюдениям и конечно же на мой субъективный взгляд именно в этот период где-то с 23 октября по максимум плюс минус 5 ноября как мне кажется именно в это время вы застанете сумасшедшее буйство красок и еще не опавшую осеннюю листву добавлю еще один нюанс так как климат у нас достаточно влажный то частенько на природе особенно в регионах с водоемами которых у нас на юге германии предостаточно часов до 10 11 а может наблюдаться густой туман поэтому если вы собрали снимать фильмы про привидения это ваше время ну а если вы хотите увидеть дома и немного окрестностей вокруг не только на максимальном расстоянии 20 метров то ваш звездный час после 11 именно приблизительно к этому времени лениво начинает выглядывать солнце и уже тогда своими яркими лучами она максимально разукрашивает и подчеркивает все разнообразие золотой осени которая в этом году была ну просто роскошно между тем прибыв на шедевок зал блауборина и пройдя по главной улице где-то около километра вверх мы добрались до центра города его средневекового альтштадта уже просто сразу нас приветствуют многовековые дома с табличками рассказывающие об их истории например это бывший госпиталь святого духа построены в 15 веке свое время он был довольно важным процветающим учреждением с 1938 по 2008 года здание переквалифицировалось в дом престарелых сейчас же здесь находится исторический музей палеолитического искусства и музыки баденвертенберга здесь например кроме прочего можно будет увидеть местную 6-сантиметровую 33-граммовую венеру-милоскую сделанную из слоновой кости мамонта девушке уже около 40 тысяч лет и она является самым ранним из известных изображений человека как предполагают эта фигурка служила кому-то амулетом дополнение здесь также можно будет увидеть три самых старых музыкальных инструментов в мире представляете одну флейту вырезанную из кости мамонта и 2 из костей крыльев птиц созданы они были как и венера около 40 тысяч лет назад вот это находки так находки археолог наверно был просто счастлив ну а мы спокойны что наши предки не только за мамонтами гонялись но и вели активную культурную жизнь если можно так выразиться здание также находится туристическая информация где вы сможете подчеркнуть идеи для будущих походов например по пещерам региона многие из которых уже считаются всемирным наследием юнеско прямо напротив музея расположена городская евангелическая церковь 14 века находится она на площади церковной так что адрес запомнить будет легко здесь же есть небольшое кафе а также милый оригинальный фонтанчик выполнены на современный манер но тем не менее отлично вписавшийся в уютную атмосферу старого города по субботам здесь организуются рынки где вы сможете купить свежие фрукты и овощи сыры и колбасы хлеб хлебобулочные изделия цветы и так далее ну а сегодня как вы видите день солнечный и теплый поэтому народ активно покупает мороженое и гуляет по городу буквально пару метров дальше находится центральная площадь на которой красуется ратуша 15 века раньше как неудивительно она служила складом для продуктов и было магазином такая вот история ну а прямо напротив находится старый городской фонтан на котором вы найдете изображение голубого человечка блау менли он же является главной фигурой на сенежелтом гербе блау бойрена честь него же ну по крайней мере я так решила названа местная основанная в 1952 году новостная газета которая выпускается еженедельно тиражом почти 6000 экземпляров интересно то что своя газета была у города еще в девятнадцатом веке и называлась практически также блауман выходила на по пятницам и освещала важные политические события а также развлекала читателей занимательными историями стихами шарадами и загадками а вот ребята посмотрите очередной говорящий дом отель-ресторан oxen читая надписи на его стенах мы можем узнать некоторые факты его биографии когда был построен и каким владельцам на протяжении всех этих веков он принадлежал раньше здесь и в других подобных гастхаусах расположенных вокруг рыночной площади частенько останавливались путешественники и торговцы которые то и дело передвигались то туда то сюда по старому торговому пути из аугсбурга в страсбург следующим интересным домиком является пожалуй этот у него даже есть свое скромное название большой дом построили его 1429 году выступающие балкончики эркеры указывают на высокий статус бывших хозяев ну а сейчас этот дом просто служит городской библиотекой эх жалко что она закрыта мне кажется внутри такого дома должно быть ну очень уютно и интересно хотя ну что нам жаловаться ведь нам и снаружи есть на что посмотреть этот уголок блауборина принципе какой-то очень уютный и приятный прямо-таки фотостоп для милых инстаграмных фотографий в стиле в гостях у сказки а вот еще один красивый привет из средневековья на этот раз это маленький большой дом являющийся общественным и культурным центром для проведения разных образовательных культурных мероприятий вечеринок праздников и так далее он принадлежит местному фонду который состоит из жителей города работающих здесь на добровольной основе их целью является поддержать проект созданный гражданами для граждан и здесь мы с вами друзья найдем надписи на стенах который приоткрывает ненамного занавес в прошлое этого удивительного здания ну а дальше я отправилась наверное самое оригинальное и самое фотографируемое место города в квартал кожевников по дороге мне встретилась эта милая кошечка не спрашивайте почему но я как-то всех котов встречающихся мне в поездках называю почему-то анфисками и вы знаете мне кажется что им это очень даже нравится они сразу подходят мурлыкают так интересно и конечно же я обращала внимание на такие классно сделанные указатели на них изображены достопримечательности которые вы сможете увидеть в том или ином направлении по моему потрясающая идея а вот и обещанный живописный украшенный множеством интересных деталей квартал кожевников в котором кажется время остановилось как вы видите большинство домов так и много веков назад можно войти только по мостикам раньше здесь проживали и работали кожевники они мыли и сушили шкуры животных на деревянных балкончиках которые удивительнейшим образом сохранились и по сей день невозможно будет не заметить великолепный и в то же время самый высокий фахверковый дом блаубойрена который называется дихоевиль его название означает крутая крыша как мы видим крыша сделана с действительно крутым углом наклона да так что даже снег на ней зимой не задерживается пока что ни одного туриста не оставила равнодушным лейка спущенная на веревочке с верхнего этажа этого дома вот так вот спустил леечку летом в речку на праву воды не выходя из дома и цветочки полил и деньги сэкономил отлично ну а нам ребята пора двигаться дальше дабы разнообразить мой маршрут перед тем как посетить местный монастырь откуда собственно и началась история города я решила взглянуть на блаубойрен сверху для этого мне необходимо было подняться на гору блауфельс название которой в переводе означает голубая скала она находится рядом с центром идти туда придется где-то минут 20-30 в зависимости от вашей физической подготовки но хочу сказать что подъем стоит того ведь с этой горы открывается самый красивый вид на средневековые блаубойрен центр которого между прочим считается архитектурным памятником и не зря как мы уже с вами успели убедиться заблудиться друзья у вас здесь не получится ведь маршрут очень популярный и вы всегда сможете спросить у кого-то дорогу ну а в качестве подстраховки можете просто ориентироваться на этот указатель обувь рекомендую одеть здесь поудобнее так как дорога местами из-за геологических особенностей местности каменистая а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Эх, так не хочется уходить из этого волшебного, яркого, красивейшего осеннего леса. Но впереди же нас ждет самая главная достопримечательность Блауборена, благодаря которой он так популярен и ради которой люди приезжают в этот город отовсюду. Такое мы пропустить ни в коем случае не можем, так что пойдемте. Вернулась я по той же дороге и вышла снова к монастырю. Место это тоже знаковое, поэтому прежде чем пойти на знаменитое озеро, заглянула я и в бывшие владения Блауборенского аббатства. В средние века здесь жили монахи, а сейчас в этой школе-интернате живут и учатся около ста учеников и учениц протестантской теологической семинарии. Как-то даже трудно поверить в это, глядя на то, как здесь тихо и спокойно. Семинарией в прошлом Блауборенское аббатство стало после реформации в 1535 году. Кому интересно, сообщаю, что сам монастырь был основан Тюбингским графом в 1085 году, и именно это впоследствии послужило причиной возникновения здесь города Блауборен, который, в свою очередь, в 2017 году отпраздновал свое 750-летие. Главной достопримечательностью монастыря является хоровое помещение монастырской церкви и двустворчатый готический алтарь. Посетить монастырь можно в рамках часовой экскурсии за 5 евро, а за 6,50 можно купить комбинированный билет и, немного сэкономив, зайти еще в бывшие монастырские бани 16 века, в которых раньше на первом этаже располагалась купальня для монахов, а второй этаж служил гостевым домом для знатных гостей. Для людей попроще, как я поняла, в монастыре помещений предусмотрено не было. Ну а в настоящий момент в бывших банях находится интересный краеведческий музей Блауборена. В этот раз у меня, к сожалению, не было времени на то, чтобы посетить и монастырь, и музей, так что, друзья, если кто там уже был, то буду рада, если поделитесь с нами впечатлениями от экскурсии в комментариях. А мы пока что прогуляемся по монастырскому двору. Красиво здесь, хорошее, спокойное место. Даже Герман Гессе оценил его в свое время, когда останавливался в одной из построек монастыря, чтобы посетить места, описанные в сказке Эдуарда Мерике о прекрасной русалке Лау. Легенда вкратце звучит так. Меланхоличную, красивую водяную женщину муж изгнал Блаутоп, карстовый источник с необыкновенно голубым цветом воды. Он хотел, чтобы его жена наконец-то научилась смеяться и радоваться жизни, ведь тогда она сможет вернуться в Черное море и родить ему детей. В Блауборене красавица Лау подружилась с доброследничной Бетой, хозяйкой женского монастыря. Познакомившись с жизнью людей, Лау научилась искренне радоваться и смеяться от души, что и позволило ей вернуться из изгнания домой и зажить, наконец, счастливой семейной жизнью. Меня, если честно, и не удивляет, что такие потрясающие по природной красоте места творят, независимо от легенд, настоящие чудеса. И прямо сейчас, ребята, мы с вами находимся у очередного природного чуда. У входа к самому красивому карстовому источнику Германии Блаутопфу, от которого берет свое начало река Блау. Потом она течет аж до города Ульм, а уже там впадает в Дунай, который, в свою очередь, впадает в Черное море. Такая вот география. Как я уже говорила, на выходных здесь очень много народу. А среди недели, посмотрите, практически никого нет. В начале небольшого кругового маршрута вокруг источника, как вы уже заметили, находится сувенирный магазин. Здесь же, при желании, вы сможете посетить историческую кузницу, которой уже более 200 лет. Но имейте в виду, что с ноября по апрель она на зимних каникулах. Место на Блаутопфе для кузницы было идеальным, поскольку постоянный поток воды означал неиссякаемый источник энергии, которая вырабатывалась с помощью водяного колеса. После реставрации кузницы на сегодняшний день ее оборудование можно запустить в работу, чтобы посмотреть, как здесь все работало раньше. На электронном табло с обратной стороны кузницы в реальном времени можно наблюдать за уровнем и оттоком воды в источнике, глубина которого составляет 21 метр. Как мы видим, количество вытекающей воды из Блаутопфа сильно варьируется от ванны до автоцистерны в секунду в зависимости от осадков. Ну а сразу за кузницей вы увидите статую прекрасной девушки. Догадались, кто это? Правильно, наша красавица-русалка Лау. Вокруг Блаутопфа есть небольшая красивая тропинка, гуляя по которой можно полюбоваться местными живописными пейзажами. Иногда они выглядят просто как на картинке. Давайте посмотрим! Как я прочитала, в течение тысячелетий подземные воды создали огромную систему пещер в этой местности. В них достаточно быстро через горные породы попадают осадки, которые впоследствии под давлением выталкиваются где-то над землей. Одним из таких мест и стал Блаутопф. Но почему же Блаутопф называется Блаутопфом? Давайте разбираться! Из-за высокого давления воды 40-метровый в диаметре источник со временем приобрел форму воронки, которая напоминает форму горшка или кастрюли, а слово Топф на немецком – ничто иное, как горшок или кастрюля. Ну а Блаутоп в переводе означает «синий» или «голубой». Здесь речь идет о голубоватом цвете воды в источнике. Такой эффект достигается из-за физических свойств известняка, в мельчайших частицах которого отражается свет. А интенсивность цвета зависит от погоды и потока воды. Да, именно находящийся в озере известняк является причиной такого неповторимого голубого цвета, а не ежедневно выливаемое в озеро бочка чернил, как утверждает одна из местных легенд. Хотя, с неповторимым цветом я, конечно же, преувеличила. В городе Кёнигсброн есть подобное место Брэндстопф, немного поменьше по масштабам, но не менее красивое. Кому интересно, оставьте ссылку на мое видео об истоке реки Брэндс в описании. Под озером на глубине около 22 метров есть своя пещера Блауфюле. В настоящий момент изучено только 10 километров ее общей длины. Из-за ряда несчастных случаев доступ в эту подводную пещеру разрешен теперь только опытным водолазам. Поговаривают, что даже Гитлер имел планы на эти пещеры. Он хотел связать систему каналов Блаутомфа с другими крупными реками Германии, чтобы по ним могли секретно передвигаться подводные лодки. Но так это или нет, я, честно говоря, не знаю. На официальных сайтах города, по крайней мере, такой информации нет. Поэтому утверждать не буду. Придется только предполагать. Как вы наверняка заметили, мы уже успешно сделали круг вокруг озера и вышли на противоположную сторону. Здесь вы увидите еще не одно мельничное сооружение. По какому принципу все точно работает, объяснять не возьмусь. А то, как понарассказываю я вам сейчас об инженерных технологиях. Да так, что после этого инженеры валерьянку пить пойдут. Поберегу их здоровье и воздержусь от объяснений. Поэтому просто скажу, что дальше у вас есть возможность прогуляться вдоль речки Блау и восхититься прозрачностью воды, сквозь которую видно каждую травинку. Ну и уточек, конечно, по возможности сможете покормить. Если пройти совсем дальше, то можно выйти в лес и продолжить прогулку по одному из маршрутов для похода. Ну а если никуда не идти и просто перейти через первый мостик, то вы окажетесь на парковке. Отсюда же можно пойти пешком в центр города или к вокзалу, кому куда надо. Для активных туристов наверняка будет интересно на обратном пути забраться на гору с крестом, что я в принципе и сделала. Эта гора попала в поле моего зрения уже около вокзала, на пути к старому городу. А такое я пропустить не смогу. Подъем на гору не очень крутой, так что через 5-10 минут вы уже будете наверху и сможете открыть для себя новые перспективы города и вид на руины Розеншлёс, которые мы пройдемся чуть позже. А лично моим фаворитом среди скал в Блауборине стало вот это поразительное чудо природы. Скала, стоящая, ну просто посреди обычного, я бы сказала, спального района. Смотрится все это ну очень оригинально. Подниматься туда я не стала, потому что и без того осталась ну очень довольна этим видом. Ну и напоследок, ребята, до полноты картины покажу я вам еще пару классных природных достопримечательностей Блауборина. Для этого нужно будет отправиться в небольшой поход, что я и сделала спустя неделю после посещения города. В принципе, все, конечно же, можно успеть и за один день, если стать пораньше и четко продумать маршрут. Итак, у вас есть два варианта. Или сделать круговой маршрут протяженностью 10-12 километров, или посетить две наших цели по отдельности, тут уж вам решать. Отправной точкой удобно выбрать ЖД вокзал города. Итак, достопримечательность номер один. Руина бывшего замка Рузеншлёс, построенного в 1080 году. Конечно же, от самого замка мало уже что осталось, но оттуда вам откроется просто великолепный вид на долину реки Блау и на соседние окрестности. Да и путь к руинам очень приятный, через красивый осенний лес. Думаю, что любители походов оценят. Так, ну, где-то после получасового пути мы на месте, поэтому давайте вознаградим себя за подъем и посмотрим на местные панорамные виды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и, наконец, настал черед последней на сегодня достопримечательности Блау Борена. Мы отправимся к скалам, которые называются Кюсен-де-Зау. И это название, должна я вам сказать, им очень подходит, ведь создается такое впечатление, как будто две скалы целуются друг с другом. Кстати, кто занимается альпинизмом, то вам наверняка понравятся здешние места. Я по пути встретила парочку скалолазов. Про уровень сложности подъема сказать вам ничего не могу, так как не занимаюсь этим видом спорта. Пока что не занимаюсь. Неподалеку от дороги к скалам есть парковка, если вдруг кому нужна эта информация. Ну а для тех, кто в пути на своих двоих, сообщаю. Если в руине от вокзала мы шли направо, то сейчас нужно свернуть налево. Где-то минут через 20, пройдя вдоль проезжей части и поднявшись по лесной тропинке, вы будете на месте. Это самый короткий путь. Я пошла, конечно же, немного по-другому, так как хотела активно провести день на природе. Но по какому пути пойдете вы, это не важно. Ведь главное, получить удовольствие от прогулки и достигнуть в итоге намеченной цели. Как вы видите, и в таком маленьком городке, как Блауборен, можно провести время классно и разнообразно. И хочется в итоге возвращаться сюда снова и снова. А пока, друзья, вы будете смотреть на великолепные скалы, я хочу поблагодарить вас за совместную прогулку по таким красивым местам. Всегда невероятно рада вашим отзывам и комментариям. Надеюсь, что и в этот раз вы поделитесь своими впечатлениями. А может даже и классными рекомендациями, если знаете в окрестностях еще что-то интересное. Было бы просто супер! А вот, наконец, и наши скалы. Посмотрите, какая красота! Ну, а на сегодня, ребята, у меня все. Наша прогулка подошла к логическому концу. Желаю всем отличного дня, всегда классного настроения и до встречи в новых интересных местах. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!